Добрый день, дорогие друзья, любители прекрасного, любители искусства. И сегодня хотелось бы рассказать о замечательном художнике, о талантливом графике. Это Обри Бёртсли. Обри родился в 1872 году в семье состоятельного ювелира. Мама занималась воспитанием сына, и родители увидели, что перед ними это талантливый ребёнок, это вундеркинд. Ведь в 4 года малыш уже умел читать, в 4 года Обри начал рисовать, а чуть позже он полюбил музицировать. В школьные годы он собирал огромное количество людей на своих концертах. В актовом зале школы приходило огромное количество людей, чтобы услышать, как играет на фортепиано юный Обри. Всё это было в Лондоне, ведь именно там проживал мальчик. Однажды был такой случай, когда Обри перевёз в другую школу, там царил такой дух некой дедовщины. И когда старший среди всех ребят, среди учащихся подошёл к нашему Обри, он спросил, «Ну, что ты умеешь делать? Чем ты можешь быть мне полезен в дальнейшем?» Обри ничего не стал рассказывать, а просто подошёл к фортепиано, сыграл пару композиций, затем нарисовал портрет в виде карикатуры этого самого старшего и зачитал стихи собственного сочинения, на что ребята в классе сразу дали ему прозвище Шекспир. Юноша был очень начитанным, обожал читать, читал многое, любил и стихи, и прозу. И даже он за свою жизнь, она у него была очень короткой, об этом чуть позже, он собрал как библиофил огромную шикарную библиотеку. Обри обожал читать авторов греческих, любил французских писателей, а также прерафаэлитов, ведь прерафаэлиты были не только художниками. И Обри, прежде чем стал художником, графиком, он прежде всего был читателем. И очень внимательным, прекрасным читателем, а уже после становится художником и иллюстратором тех произведений, которые он любил, которые он читал. И несмотря на то, что у него огромный, как мы видим, был огромный потенциал и большие таланты, всё-таки предпочтение он отдаёт искусству, искусству графики и открывает новый стиль. Ну, многие искусствоведы утверждают, что он был самоучкой. Но нет. Обри экстерном, но закончил художную школу. И в течение трёх месяцев он занимался в ней. Но и кроме этого он с детства брал огромное количество уроков, частных уроков у художников. В том числе у него был такой замечательный педагог и живописец Фредерик Браун. Обри, как я уже и сказала раньше, любил рисовать. И даже когда он работал, ну, такое достаточно короткое время на службе младшим клерком по оформлению бумаг, различных документов, по страховым взносам и так далее, именно тогда, когда нужно было ввести документацию вот эту нудную, он сидел и на полях рисовал карандашом, тушью, чернилами. Он обожал это. Его, конечно, за это ругали, но он ничего не мог с собой поделать. Витал в облаках, фантазировал, мечтал и рисовал. И рисовал. И рисовал те литературные произведения, которые ему посчастливилось иллюстрировать. И когда издатель, один из издателей, ему предложил оформить книгу, он с радостью начал это оформление и работу над книгой. А книга называлась «Смерть короля Артура». И вы знаете, друзья, если мы посмотрим на иллюстрации, мы увидим, что его работы очень-очень схожи с работами прерафаэлитов, которые он тогда очень любил. А чуть позже, когда уже его стиль развивается, немного уходит в другую сторону. Кстати, он за те пять лет, всего лишь пять лет, было ему отведено в его жизни на то, что он проработал, прочувствовал себя художником. И вот за эти пять лет у него очень сильно поменялся его стиль в графике. И мы можем увидеть, что потом меняется совершенно его настроение и его стиль уже при следующем оформлении с другим издателем и с другим писателем. Оскар Уальт предлагает поработать над пьесой «Соломея». Безгранично счастлив художник и начинает полноценно, всецело трудиться над иллюстрациями. Он работает практически целый год. Писатель этому тоже безгранично рад, но только вот когда он видит эти иллюстрации потом, то он в замешательстве, в неком бешенстве говорит, что «Слушайте, это не то, что я ожидал, тут совсем не то, что я хотел, и книга не будет выпускаться с такими иллюстрациями». А знаете почему, друзья? Потому что художник настолько отошёл от той темы, что в описании, и он даёт волю полностью своим фантазиям, своему творческому такому течению. Ведь если мы посмотрим на иллюстрации, вот, например, декоративный, красивый, в таком стиле модерна, павлиний хвост, юбка в виде павлиньего хвоста. Что? А откуда это? Об этом нет ни слова. Или, например, похороны Соломии. Посмотреть внимательнее иллюстрацию, в чём её хоронят, как. Это тоже немного не совпадает с тем, что ожидает писатель. Но, тем не менее, эти иллюстрации Обри создаёт, рисует. А, кстати, издателю и на руку, что художник и писатель между собой повздорили, не поладили. Ну, а издатель подумал, что даже и наоборот, это будет некая такая сенсация, когда иллюстрации получились именно такими. И книга издаётся. Обри оформлял Соломею практически год с лишним. И всё это было от прочтения этой самой Соломеи. Он был впечатлён, когда прочитал её на французском языке. Ну, а дальше он участвовал в иллюстрациях, которые издавал некий журнал под названием «Жёлтая книга». Именно там были такие пикантные иллюстрации художника. Но произошёл затем некий такой мощный скандал, где Оскара Уальда обвиняли в Содомии. Его отправляют в наказание в тюрьму. И журнал закрывается с большим-большим скандалом. Ну, а также художник работает с издательством журнала «Совой». Публикуются его иллюстрации и там. И хотелось бы сказать ещё отдельно о том, что у него не только была чёрно-белая графика, но и цветная, где он применял цвет, акварель. Но даже и с этим цветом, если мы посмотрим на примере, вот «Дама с камелиями», то там нет такого буйства цвета и какого-то буйства красок, чего мы ожидаем. Всё настолько лаконично и гармонично, что это просто божественно, прекрасно. И у Обри был такой период и в его жизни, творческой жизни, когда он очень увлёкся японской гравюрой. И это вот именно потом прослеживается от того момента, когда он обожает и подражает прерафаэлитам, он переходит к манере вот немного к японскому такому минимализму. Ну, а в целом формируется собственный стиль. Гения обожали. И среди этих обожателей были известные люди, такие как Бакст, Сомов, Гумилёв, Маковский. А сам Сергей Маковский даже говорил о художнике, что это чёрный алмаз модерна. А знаете, что говорил Бенуа, Александр Бенуа? Он говорил следующее о художнике. Экзотику и пряность привносят в абсолют до такой степени, что чувствовались при вкус тлении и несколько порочная чувственность. Среди прочего, часто говорят, говорили о том, что художнику какие-то подвластны извращения, и в чём только его не упрекали, и в садамии, и так далее, и так далее. Но на самом деле это не так. Поскольку художник очень тяжело болел в возрасте 7 лет, уже было понятно, что долго он не проживёт, потому что по линии отца очень часто болели туберкулёзом. И у Обри тоже признали этот диагноз. И он рос всегда мальчиком и юношей, и дальше, очень болезненным таким человеком. Он даже жил из последних сил, можно даже так сказать. И каждый день он жил, зная, понимая, что вот-вот это может быть его последний день. И он очень часто проводил время в кровати, в одиночестве. У него не было никакой личной жизни. Его жизнь была – это его искусство, это его творчество. А ещё вот именно когда он болел, он начал изучать свою болезнь. У него были, и поскольку он очень много читал, у него были книги, такие шикарные книги, и научные, и по анатомии. И он увлёкся до такой степени, что видел, какие в человеке, в человеческом организме какие анатомические могут быть уродства, какие могут быть болезни. И это всё было наглядно в иллюстрациях, в рисунках. Он этого всего насмотрелся, и есть вероятность, что именно вот поэтому он затем и рисует такие вот тела, которые есть где преувеличение некоторых частей тела, и так далее. Вот именно поэтому, к той версии, что какие-то извращения были у художника, я это отрицаю. Да, друзья, вот такое смелое делаю предположение. Художник, когда начал иллюстрировать, начал работать художником, он говорил, что у него цель одна – гротеск. Если нет гротеска, я – ничто. Здоровье художника ухудшалось с каждым днём. Доктор прописал ему не только лекарства, но и обязательно уехать в другой климат. И из Лондона он переезжает во Францию. Именно за год до своей смерти он обращается в католичество и понимает, что где-то что-то сделал не так и очень просит, пишет письмо своему другу и такое же письмо пишет своему издателю. Он пишет следующее. «Иисус наш Господь и Судья, дорогой друг, умоляю, уничтожь все плохие рисунки всем святым, всеми непристойными рисунками». К счастью, эту просьбу не выполнил ни издатель, ни его друг. Но вот издатель, конечно, Леонард Смазерс поступил не очень потом хорошо. Он продавал потом и дальше, и после смерти работы художника, а также делал подделки многочисленные. В 1898 году, 18 марта, в обед, обре стало совсем плохо. И в присутствии матери и сестры в полном сознании он умирает. Но перед этим просит передать всем дружественные, горячие приветы. Всем своим друзьям. Гению было всего 25 лет. Друзья, вот и подошла к концу моя видео-лекция. Спасибо большое, что вы были сейчас с нами. Спасибо те, кто подписан на наш канал. Делитесь, пожалуйста, нашим каналом со своими близкими, друзьями. Так мир узнает еще больше об искусстве. До свидания, дорогие друзья. Любите искусство. До свидания.